всем приветствую сейчас вам хочу рассказать о психологической подготовке рукопашника для того чтобы это были сверхусилия у меня уже есть видео как делать сверхусилия за счет психологии такое видео есть не она раз здесь внизу размещу под видео ссылку но кому есть не размещу то кому интересно тот обращайтесь я значит расскажу отдельно по поводу этих подготовки силовической подготовки что послужило поводом значит воскресенье и в субботу в общем нам на выходных были соревнования на кубок пересвета вот и на этом соревнования посмотрев что некоторые рукопашники некоторые спортсмены они слабо подготовлены психологически при этом но особенно поразило один молодой спортсмен значит победил 90 короче полуфинале победил 90 в финале проиграл потому что ну просто явно испугался того спортсмена который был на него что нужно делать чтобы это такого не было конечно нужно и тактическая подготовка и физическая подготовка но это все будет бесполезно если не будет к этому психологической подготовки обязательно психотехника нужно вот что нужно для этого сделать но на самом деле хочу сказать так если хотите по-настоящему готовить то конечно надо знать точку а как говорится то есть но тот на точку начала и точку куда вести и плюс кого вести как вести уже есть сравнивать допустим ну с автомобилем вести автомобиль ну там легковушку ferrari это нужно одни технологии а если нужно вести а если нужно вести там камаз это другие если допустим там какой трейлер с прицепом еще то нужно еще как что-то другое но какие-то навыки иметь другие то же самое с там спортсмены один очень уперт от рождения кто-то трусит там чего-то и так далее ну а общая основа заключается в том что нужно научиться управлять своими эмоциями страхом и так далее то есть нужно научиться входить в состояние страха бояться но и и одновременно на условно-рефлекторном уровне это делать так чтобы страх заменялся на на ярость следующий момент надо научиться переводить допустим всегда нужно научиться успокаиваться для этого есть много упражнений по тому чтобы успокаиваться ну вот там в предыдущем видео у меня и она есть если нет то размещу успокоиться самое главное научиться успокаиваться и здесь одно из самых главных упражнений по поводу успокоения это конечно научиться не бояться щекотки да то есть спортсмен ложится или человек и он начинает щекотать его задача концентрироваться все внимание на дыхание его щекочут он начинает хихикать или там как-то изменяться в лице как только начал изменяться в лице тут же мы меняем эти ну прекращаем даем время успокоиться когда мы соответственно он успокоился опять начинаем щекотать и так несколько дней экзаменом здесь служит такое действие спортсмен или спортсменка ложится на землю и четыре человека каждый накануну на конечность садится и начинает по команде старшего или нам старшего начинается щекотка вот в четвером здесь это самое сложное заключено в том что человек полностью за зафиксирован ему не нету возможности двигаться и за счет того что ему нету возможности двигаться это дает дополнительную нагрузку перегрузку для организма чтобы он вот волновался когда если он научился выдерживать чекотку то соответственно он может и выдерживать боль следующее упражнение для успокоения заключается в том чтобы уметь выдерживать ярость ну как бы называется травля быка то есть человек стоит или сидит и его начинают тики-ти-ти-ти-ти козел ты дебил человек должен успокаиваться должен сохранять спокойствие и когда это делается много раз как только любой то что-то оскорбило то есть нельзя его трогать физически его нельзя трогать на психологически идет всякие воздействия и когда вы научили того чтобы он сюда был спокоен начал научился спортсмен научился быть соответственно спокойным это замечательно то есть на те на щекотки мы его привыкаем чтобы он физически не боялся ну как бы умел успокаиваться здесь на психологии чтобы когда мы начинаем кривляться всячески оскорблять или наоборот хвалить да кто-то на оскорбление там начинает реагировать а кто-то начинает наоборот на похвалу начать о какой-то великий о могучий да я тебе поклонюсь на это начинает хихикать да там да то есть как-то я же великий вот поэтому здесь этот важный фактор заключен том что вы на и на похвалу и на оскорбление реагируете и допустим на мужчину перестал реагировать но с реагируем на женщину она показали раз и улыбнулся все и вот этот то есть научиться успокаиваться и спокойно это все переносить ну и следующий момент касаемо здесь научиться вводить себя состоянии ярости то есть человек стоит спортсмен делать шаг вперед и становится зверем всячески кричит и потом делать шаг назад я здесь это собственно как бы показываю слушать как бы хотел ждал там найти какого-то оператора который мне поможет но не дождался и решила что лучше сделать на троечку чем но сделать но удовлетворительно чем на пятерку не сделать поэтому вот это упражнение шаг вперед зверь шаг назад человек шаг вперед зверь шаг назад спокойный человек абсолютно спокойный ласковые нежные и но верни как просто спокойный все вот ваша задача соответственно надо подготовить своих спортсменов к этому шаг вперед зверь шаг назад человек вот это самое главное ибо нам когда допустим выходит на ковер там на татами и так далее он просто как бы увидел испугался страшно на него смотреть контроль дыхание успокоился еще вот хорошее упражнение для успокоения это вот вот такое сделать как бы омовение двумя руками и сбросить себя всю нагрузочку и таким образом все будет хорошо и во всяком случае страха не будет ну и последнее что у нас есть на сегодня хочу сказать это здоровый профидизм делай что должен и будь что будет и это надо всячески вот это вот внедрять повседневность я допустим внука там дал ему задание у меня был шанс один из ста что но это задание выполнит но я подумал рискнем не так много это на требовалось денег ну или как там он должен был слове как он не должен был сломать но я был готов к тому что сломает я соответственно дал задание и он это сделал и начал плакать я хочу плачет сломал там веру спокойно я все время говорил нельзя научиться что-то делать не ломая нельзя вот а раз нельзя значит надо быть спокойным на эту тему у меня был шанс один процент из 100 или даже один из тысячи что ты сумеешь сделать но ты этот шанс не использовал но ничего страшного сломал сломал все кубой я же не объяснял как это делать не объяснял все 4 я тебе не объяснял как это делать я думал сам придумаешь ну ты не придумал все нормально то есть вот это умение отрабатывать спокойствие это крайне важный фактор который нужно делать поэтому если хотите это все-таки делать то вам делать эти упражнения и вам бы все прошел ну а если захотите пригласить то приглашайте поможем или задавать вопросы здесь если видео понравилось ставьте лайки комментируйте нажимайте кнопку поделиться если все это нравится но и какие-то вопросы жалобы заявления предложения в письменном виде их в трех экземплярах но это для старшего поколения который помнит еще советские фильмы классику так что ну и наслаждайтесь жизнью посмотрите какая здесь еще раз красота важный элемент кстати психологической подготовки заключается в том чтобы чувствовать красоту последний подарок вам заключается в том что вы просто делаете так чтобы насладиться красотой окружающего мира и эта красота она ослесляется везде в общем вдохнули красоту и у вас вам стало лучше но это уже отдельная песня я могу на эту тему долго рассказывать наверное но сутки то точно а может и больше ну а подготавливаться конечно это надо отрабатывать все готовить свое тело и душу что в переводе на греческий язык означает психика псих ну а по-русски это душа так что еще раз до свидания всем счастья и успехов